Добрый день всем! Рада вас приветствовать! Поставьте плюсики, все ли хорошо со звуком. Сейчас поймала себя на мысли, что каждый вебинар это для меня, вот я как-то ворона, да, забу дыхание сперла. Я думаю, что это от радости, но на всякий случай прошу прощения за то ведро воды, которое я себе подготовила, намереваюсь выпить в течение нашего вебинара, чтобы быть в голосе. Наш трек, спасибо, спасибо большое, наш трек новинки издательства Директ Медиа, мы подводим итоги за май. Я выбрала то, что хотелось бы вам показать, учитывая то, что у нас есть слушатели, которые преподают в вузах, в средних профессиональных образовательных учреждениях, есть воспитатели, библиотекари. В общем, мы все очень разные и хотелось бы, чтобы вы, каждый из вас что-то интересное для себя нашел. Погнали! В мае мы подготовили по следующим направлениям дисциплин и специальностям. Я выношу только такие, наверное, самые громкие, да, и те, по которым у нас несколько единиц контента прибыло. Вот, хотя на самом деле в каждом, в каждой презентации я вам показываю гораздо больше. У нас в мае были книги и по экономике, и по праву, и по истории, филологии. Иностранный язык – это нескончаемый какой-то поток. Мы добавили библиотечное дело, оно у нас и было. Выпускаем регулярные книги по этому направлению. Философия, педагогика, строительство. Сейчас расскажу поподробнее. А также мы подготовили несколько книг, пополнив наши тематические коллекции с фонда «Золотой научной классики» и коллекцию книг под обобщающим названием «Коллаборационисты между Сцилой и Харибдой». Я уже как-то начинала рассказывать про эту серию, и сегодня уверена, что многие вспомнят. Начну с представления учебной научной литературы с книг по экономическим дисциплинам. «Экономика предприятия» – это учебник в трех частях. Ну, что здесь можно сказать? Экономика должна отражать интересы производителей благ, а не группы капиталистов при глобальной конкуренции ограниченных ресурсов. Безусловно. Распространенная денежная практика расчетов прибыли богатых основана на теории экономического роста. Она не учитывает бесконтрольных расходов, природных ресурсов в ущерб окружающей среде и беднеющим трудящимся. Глядя на Европу, мы переняли практику оценки экономической деятельности только в денежном измерении, а это тормозит развитие экономики в мире. В данном учебнике изложены методы ресурсно-прозрачного производства, теория и практика обеспечения его конкурентоспособности с помощью системы технико-экономических расчетов. Эта система обеспечивает международную сопоставимость любых объектов при недостатке публикуемой информации, объективность оценки и прогнозирование их конкурентности с учетом эргономики и экологии производства. Здесь рассмотрены основы математической теории управления, инновационной деятельности предприятия, практические примеры международной передачи инноваций и коммерции. Учебник подготовлен для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, слушателей факультетов и институтов повышения квалификации, а также специалистов и руководителей предприятий отраслей народного хозяйства. Все три части этого учебника небольшого объема, около 200 страниц стандартного формата, но каждый из них имеет свое название. Поэтому, конечно же, если изучать этот учебник, то только вкупе всех частей. Следующее, тоже по экономической дисциплине, монография, развитие механизма государственного регулирования и его влияния на предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. Предлагаемое исследование – это попытка раскрыть механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности, направленный на улучшение процессов изменения институциональных условий хозяйствования. Адресована эта монография ученым, практикам, студентам, может быть использована в учебном процессе при преподавании экономических дисциплин. Напоминаю, что это монография. Далее переходим к группе юриспруденции «Браво». Монография по заказу Гостелерадио СССР. Основа правообладания на телефильмы Золотого фонда советского кино. Интереснейшая монография. Это первая попытка комплексного исследования вопроса о правообладании на телефильмы, созданные по заказу Гостелерадио СССР. Попытка эта ведется через призму анализа законодательной базы, внутриведомственных нормативных актов у госорганов Советского Союза, судебной практики, архивных и финансово-бухгалтерских документов. Монография будет интересна ученым, студентам, магистрантам, а также юристам-практикам и особенно правоприменителям, занимающимся управлением исключительными правами, принадлежащими Российской Федерации. Следующая монография. Следующая монография. Дисциплинарная ответственность судей. История, теория и практика. Очень интересное издание, монографическое исследование, которое рассматривает один из элементов, составляющих статус судьи Российской Федерации. Дисциплинарную ответственность судей, непосредственных носителей судебной власти, как одной из ветвей власти в системе разделения властей. Монография эта адресована студентам, аспирантам, преподавателям юридических вузов, факультетов, а также практическим работникам органов правосудия и всем, кто интересуется проблемами совершенствования правового статуса судейского корпуса в современной России. Следующая книга, она уже относится немного к другим дисциплинам. Менеджмент управления персоналом, даже больше к управлению персоналом. Это учебно-методическое пособие управления трудовыми отношениями. Теоретические и практические материалы этого пособия помогут в совершенствовании управления трудовыми отношениями. Оно адресовано обучающимся по направлению подготовки управления персоналом. В мае мы выпустили значительный, внушительный блок книг, связанных со строительством. Причем большинство этого пула относится к учебным пособиям для среднего профессионального образования. Мы очень рады, что вот этот образовательный уровень, он становится настолько профессиональным и комплектуется довольно качественной литературой. Поэтому тот пул, который мы ежемесячно вкладываем в состав среднего профессионального образования, для нас очень важен. И мы не собираемся останавливаться. Вот дальше вы увидите, сколько книг для СПО мы выпустили в мае. В предыдущие месяцы я вам показывала, что тоже ни одна, ни две книги были для среднего профессионального образования. Вот в мае у нас пошел крен на строительство. Итак, практикум технологии организации работ по строительству объектов водоснабжения и водоотведения. В этом практикуме рассматриваются практические аспекты, разумеется, технологии организации работ по строительству специфических объектов водоснабжения и водоотведения. Адресована она студентам СПО по специальности водоснабжения и водоотведения. Далее, еще один практикум «Технология организации работ по строительству объектов природоустройства». Эта книга-практикум призвана помочь решить проблему строительства специфических мелиоративных объектов, напорных трубопроводов, закрытой оросительной сети, лотковых каналов, открытой оросительной сети. Адресована она студентам СПО по специальности «Природоохранное обустройство территорий». Еще один практикум «Управление отходами производства и потребления». Он призван помочь в решении актуальной проблемы, стоящей особенно остро в последнее время. Авторы этого практикума рассматривают вопросы проектирования, строительства и эксплуатации высоконагружаемых полигонов твердых коммунальных отходов. Практикум этот адресован студентам СПО по специальности «Рациональное использование природоохозяйственных комплексов». Следующее учебное пособие для СПО – «Технологии и организации строительных работ». Будущим специалистам в области строительства это пособие поможет дать основные знания и представления в области технологий общестроительных и специальных работ. Адресовано оно студентам СПО, обучающимся по направлению подготовки строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Еще одно учебное пособие, связанное с мелиорацией «Основы мелиорации и ландшафтоведения». В этом пособии рассмотрены виды, способы, методы мелиорации земель, мероприятия рекультивации техногенных ландшафтов, охраны земель. Уделено большое внимание значению ландшафтоведения на современном этапе развития общества в подготовке землеустроителей и в размещении сельскохозяйственного производства на территории нашей Российской Федерации. Адресовано оно студентам, обучающимся по специальности землеустройства. Следующий учебник-презентация, такая вот необычная форма. Поместила я его сюда, в область строительства, не просто так. Там рассматриваются примеры именно строительной отрасли. Называется учебник-презентация «Технология блокчейн. Финансирование проектов». На примере строительной отрасли цифровой экономики авторы этого учебника демонстрируют возможность и необходимость применения технологии блокчейн. Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка неких блоков. То есть это такая последовательность действий. Помимо студентов бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки информационной системы и технологии и менеджмент, в силу доступности представленной информации, учебник будет интересен, конечно, широкому кругу читателей, интересующихся развитием жилищного строительства и цифровых платежей. Еще одно учебное пособие для среднего профессионального образования – это управление техносферной безопасностью. В пособии рассмотрен ряд вопросов, связанных с техносферной безопасностью для создания комфортного жизненного пространства, не оказывающего негативного влияния на окружающую среду. И сразу же к этому пособию идет практикум, управление техносферной безопасностью, практикум. Он содержит ситуационные задачи и предназначен для проведения практических занятий по курсу управления техносферной безопасностью, изучающему воздействие техносферы на окружающую среду. Это особенно актуально в наши дни, мы не перестаем об этом говорить, когда возрастает опасность негативного влияния на человека и природу. Адресован он студентам СПО, обучающимся по специальности пожарная безопасность при изучении дисциплины безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие организации службы и подготовки в подразделениях пожарной охраны. Представляем еще одно пособие для обучающихся по специальности пожарная безопасность. Издание это знакомит с порядком организации службы в подразделениях пожарной охраны. Организации подготовки личного состава этих подразделений федеральной противопожарной службы, а также организации системы делопроизводства. В общем, это учебное пособие охватывает очень много направлений. И оно такое вот объемное. Следующее пособие это надзор и контроль в сфере безопасности. Тоже относится к направлению пожарная безопасность. Я старалась комплектовать книги так, чтобы они были в какой-то логической цепочке. Что могу сказать про это учебное пособие? Так как техногенная деятельность человека является доминирующим фактором воздействия на производственную окружающую среду, то возникает необходимость организации вот такой широкомасштабной эффективной системы надзора и контроля за ее состоянием. Этой проблеме, собственно, и посвящено данное учебное пособие. Далее мы переходим к пособию по медициняну. Единственное у нас в мае вышло в этом направлении. Предназначено для оказания помощи студентам в освоении раздела вакцина-профилактика при освоении рабочей программы дисциплины эпидемиология, военной эпидемиологии. Адресовано студентам, обучающимся по специальности медико-профилактическое дело. В настоящее время ценность подобных изданий, на наш взгляд, просто неоспорима. Обращаю ваше внимание, современные подходы к иммунопрофилактике инфекций. Учебное пособие. Это учебное пособие было подготовлено нами в мае, и оно имеет самые актуальные данные, потому что авторы в срочном порядке вносили изменения в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране в апреле. Поэтому здесь такая информация настолько актуальна, что мы очень рады, что захватили вот этот период и включили его в книгу, по которой будут учиться. Потому что еще многие издатели будут выпускать книги по этой тематике, связанные с пандемией. И мы очень рады, что мы успели и в самый пик тоже выпустили важное для нас пособие. Переходим к следующему, ой, прошу прощения, туризм. Выездной туризм на Дальнем Востоке России. Конечно, это все в мечтах, но скоро, я думаю, мы все поедем отдыхать. Что могу сказать про это пособие, пособие хрестоматию. В издании прослеживается история развития выездного туризма на Дальнем Востоке. Предназначено оно для студентов по направлению подготовки туризм, аспирантов, преподавателей высших и средних учебных заведений, работников туристской отрасли. Следующая наша книга – это учебно-методическое пособие маркетинга туризма. Оно призвано дать стематизированное представление учебного материала при изучении социального маркетинга и сформировать умения по применению социального маркетинга на практике. Предназначено оно для самостоятельного изучения дисциплины маркетинг туризма, а также для работы на лекционных, практических, семинарских занятиях для студентов, обучающихся по направлениям туризм, менеджмент, кстати, и маркетинг. Переходим к гуманитарным направлениям. По философии была выпущена монография «Диалектика в свете иррациональности». В этой монографии предлагается авторская концепция развлечения рациональности и иррациональности в диалектике. Показаны возможные методы и пути использования иррационального, многомерного понимания диалектики для исследования языковых, моральных и правовых, художественных, религиозных и творческих проблем. В общем, осветили все. Следующая книга, она довольно такая для нас, ну не сказать, что необычная, мы все-таки выпускаем что-то и для души, не только научную учебную литературу. Сборник стихов «Сдыхание в жизни». Он открывает читателю чувственный мир тонкой ранимой души автора, путешествующий по просторам, закоулкам, сложной, полной страданий и восхищений жизни. Две части этого сборника символизируют два мира поэтессы, светские и духовные, и отдельно отмечу, почему эта книга здесь, и я о ней вам рассказывала. Дело в том, что автор этой книги, Елена Борисовна Фонталова, она наш постоянный автор, однако ее область – это медицинская психология. Тем интереснее нам показалось заглянуть в душ такого человека века и в его стихи. Не находите? Следующее. Возвращаемся в наш пул научной литературы, так отвлеклись, приятно. Далее у нас идет книга «Социализация подростков групп риска». Это мы уже перешли к пулу «Психологии и педагогики». Книга эта поможет психологам и специалистам сферы профилактики, работающим с подростками групп риска. В сборнике даны профилактические и коррекционные программы, направленные на профилактику и коррекцию рискованного поведения, в том числе зависимого поведения, правонарушений, суицидальных тенденций среди подростков. Хочется отметить, что все публикуемые в этом издании программы, они прошли апробацию и показали свою эффективность в практической работе психологов с подростками группы риска. Далее издание, которое содержит модули практических занятий с детьми с ограниченными возможностями. Основа комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья – это методические рекомендации для студентов, обучающихся по направлению подготовки педагогическое образование всех профилей. Оно может быть полезно учителям и общеобразовательных и коррекционных школ, работающими с детьми, имеющими образовательные трудности. Следующий сборник научных трудов называется «Интеграция медиаобразования в условиях современной школы». В этот сборник вошли материалы первой всероссийской конференции, посвященной развитию медиаобразования в современной школе. Это издание адресовано преподавателям, аспирантам, учителям школ, студентам высших педагогических учебных заведений, руководителям профильных некоммерческих организаций, журналистам и блогерам, работающим с тематикой медиаобразования. В общем, такой комплексный сборник особо актуальных трудов. Следующая область – математика, статистика, теория вероятности. Также и называется учебно-методическое пособие для СПО и бакалавриата. Теория вероятности и случайные события. Это пособие предназначено для самостоятельной работы студентов СПО и бакалавриата. Оно содержит подробный теоретический материал по разделу теории вероятности и случайные события, а также необходимые для этого раздела сведения по комбинаторике. Теоретический материал проиллюстрирован примерами. Также даны задания для самостоятельной работы студентов с подробными примерами решения заданий. По математике в этом поле все. И прежде чем рассказать о следующем поле книг, о библиотечном деле, я, конечно же, хочу поздравить всех наших коллег со Всероссийским днем библиотек, который отмечался вчера. Желаю вам всем благодарных читателей, интересной работы, о том, что эта работа очень интересная, говорят за себя книги, ну, по крайней мере, в нашей отрасли. Представляю вам книги, это все книги одного автора, практикующего библиотекаря, Натальи Борисовны Глубенко. Мы их выпустили в таком веселом формате, но это очень серьезные вещи. И, конечно, всем кажется, вот действительно всем окружающим кажется, что библиотека – это просто вот скука скучная, а там такой объем знаний необходим, такие внутренние ресурсы необходимы для того, чтобы вытащить на себе всю эту отрасль, что низкий вам поклон. Перейдем к книгам. Креативные идеи для библиотеки. Это оригинальная, повторюсь, креативная книга, которая изменит представление о библиотеке как системе, отживающей свой век. В этом издании представлено несколько десятков идей, которые могут помочь, по словам автора, выжить библиотекам, по крайней мере, в ближайшее время. Еще одна книга «Развитие библиотечного дела в России» – это название нашего издательства, посвященное библиотечному делу. Статьи этого сборника «Инноваторские идеи автора» помогут привлечь внимание к проблеме развития библиотечного дела в России. О том, что там есть проблемы, конечно, никто не сомневается. Но есть и способы решения этих проблем. Вот это важно знать. «Совершенствование библиотечного дела в России». Вот завершает этот мини-цикл по библиотечному делу книга, посвященная организации комфортной среды в библиотеке. Особый интерес представляет идея автора о дистанционной работе в библиотеке. Вот все эти три книги могут быть полезны студентам библиотечных колледжей, библиотечных факультетов и, конечно же, работникам библиотек. Друзья мои, я рекомендую. Следующая книга, она у нас идет в разделе иностранных языков. Это концептуальное пространство художественного текста в аспекте теории нечетких множеств. Модель эстетического восприятия произведения искусства. Вот человеку, который не знает, о чем мы сейчас говорим, показалось, что я сказала что-то по математике, культурологии и еще, наверное, по лингвистике что-то. Тем не менее, в этом издании описывается применение нового метода изучения концептуального пространства текста в лингвистике, а также использование результатов исследования в практике преподавания иностранных языков для формирования коммуникативных и межкультурных компетенций. Книга эта действительно адресована лингвистам, культурологам, специалистам в области методики преподавания иностранных языков. Вот такие сложные вещи пишут наши авторы. Также в разделе иностранный язык и, кстати, туризм мы подготовили учебное пособие «Английский язык для туристов» в сфере профессиональной коммуникации. Мне кажется, когда ты турист, ты хочешь забыть о своей профессиональной коммуникации. Но, видимо, не всем. Это учебное пособие поможет профессионально ориентированно изучить английский язык студентам вузов и колледжей, обучающихся по направлению подготовки туризма. В мае мы подготовили большой полукниг по истории. И там все очень разное. Вот сейчас вы это все увидите. Я постаралась расположить эти книги в какой-то хронологической последовательности, не выпуска, а именно тематического. Ну, я уверена, что если кому-то что-то будет интересно, он даже и без хронологии для себя что-то выделит. Средневековый Иран. Перекресток цивилизаций и амбиций. Это учебное пособие. В нем исследуется история Ирана. Одного из древнейших очагов мировой цивилизации. В частности, автор рассматривает арабские, монгольские и тюркские завоевания, оказавшие наибольшее влияние на формирование этнического состава страны. Обозреваемый период – это 3-18 века. Адресовано учебное пособие студентам «Специальности и востоковедение и африкамистика». Также история. Студенты, которые изучают историю и культуру стран Востока. Следующее учебное пособие – «Библия в истории европейской культуры». Наш постоянный автор – хиков. В основу этого пособия легли лекции, которые читались в течение ряда лет студентам и преподавателям высших учебных заведений. Высших учебных заведений города Новосибирска, если я не ошибаюсь. Сквозь призму оригинального авторского подхода рассматривается роль библейских идей и рецептов в истории классической европейской цивилизации. Я в апреле анонсировала выход этой книги, и вот она вышла. То есть все у нас идет по-честному. Следующая книга тоже по истории – это «Исторический очерк» нашего замечательного автора Цветкова Сергея Эдуардовича. Это российский историк, писатель. В этом очерке изложен авторский взгляд на одно из самых загадочных и трагических событий в русской истории – гибель последнего отпрыска Ивана Грозного, восьмилетнего царевича Дмитрия. Также в издание вошел исторический очерк Марина Мнишек. Издание – это для широкой аудитории. Еще у этого замечательного писателя в нашем издательстве вышли книги о Суворове, Александре Первом, Иване Грозовом, собственно говоря, и Петр Первый. Все они в тематическом оформлении. И книги очень неоднозначные, поскольку автор еще и практикующий лектор, постоянно исследующий свою область интересов. Вот новый взгляд, хотя новый взгляд на уже столько раз описанные события, личности, он, ну, мне кажется, он всегда будет интересен. Вот, ну, в общем, представляю. Следующая книга – это монография «Российская армия в наполеоновскую эпоху. Организация комплектования с тактиком». В этой монографии дана целостная картина общего состояния российской армии на рубеже XVIII-XIX веков. Книга эта будет полезна студентам-аспирантам исторических факультетов вузов и всем интересующимся историей России. Вот, действительно, замечаю, что и на выставках люди не смотрят, что это – учебное пособие, учебник, монография. Они смотрят на сферу своих интересов. И это очень здорово. Далее идет интереснейшая монография «Тайны архивов НКВД СССР» 37-38 года «Взгляд изнутри». Мне кажется, напугали каждым словом из этого названия. Но, тем не менее, вот эта емкость, она и в книге присутствует. По словам автора, эта книга написана не для того, чтобы оправдать или обвинить репрессивную политику 30-х годов прошлого века, а для того, чтобы каждый читатель, ознакомившись с недавно рассекреченными подлинными документами Центрального архива ФСБ России, самостоятельно мог узнать и объяснить правду о причинах трагедии 37-38 годов. Документы, вошедшие в это издание, позволят читателям как бы изнутри посмотреть на механизм функционирования органов внутренних дел этого периода. Вот объяснение вам такого сложного названия, именно потому, что это все есть внутри. Следующая книга тоже исторического характера. «Крейсер Аврора. Хроника дежурного по столетию». Эта книга вышла из-под пера военного журналиста, историка Светланы Геннадьевны Самченко. Автор, опираясь на архивные материалы и воспоминания современников, собрал воедино наиболее яркие страницы биографии удивительного легендарного корабля «Крейсер Аврора». Вот сколько раз стреляла Аврора, наверное, мы точно теперь узнаем. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей российского военно-морского флота. Далее монография идет интереснейшая. Я хочу отметить, что многие библиотеки, даже вот без презентации, увидев размещение в мае на сайте нашего издательства эту книгу, уже ее заказали в свои фонды. Что это за монография? «Если мир обрушится на нашу республику, советское общество и внешняя угроза» 22-41 года. Эта монография освещается малоизученную тему о том, как формировалось массовое сознание советского общества в 20-е и 30-е годы, как создавался образ врага, о закрытости СССР и тому подобные вещи. Особенность этой работы заключается в том, что она основана на архивных источниках, впервые вводимых в научный оборот, адресована она как специалистам, так и всем интересующимся историей нашей страны. Вот такая замечательная книга, хотелось бы особо обратить на нее внимание. Еще одна историческая книга. «Вторая мировая война. Геополитический аспект». В этой книге рассматривается одна из наиболее интересующих как историков, так и широкую общественность тем, тема возникновения и развития истории Второй мировой войны. На основе малоизвестных документов автор рассказывает геополитический аспект происхождения и развития Второй мировой войны. Адресована всем интересующимся мировой историей, это разумеется, и обращаю ваше внимание, что эта книга выпущена в серии «Страница Великой Победы», посвященной 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Еще одна книга этой же серии. «В год 75-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками» как никогда высок интерес читающей публики к истории боевых действий в Великой Отечественной войне. Вот эта книга расскажет о неоценимом вкладе военно-морского флота в победу над фашизмом. Вы узнаете об интереснейших, зачастую уникальных проектах. Перед глазами читателя предстанут неординарные судьбы и картины боевых операций, обороны Севастополя и Одессы, битвы с Ленинградом, десанты на Малую Землю. В мае нами были выпущены и редкие исторические книги, которые пополнили наш фонд золотой научной классики. Книга Артюра Арнун «История инквизиции». У нас есть коллекция, она так и называется «История инквизиции». Интереснейшая, часто ее смотрят в основном в электронном виде, но бывает и народ хочет такую книгу на полку. Книга Артюра Арнун «История инквизиции» вводит нас в мрачный мир средневековых гонений на ведьм и рассказывает об ужасных деяниях страшной кровавой машины, имя которой «Инквизиция». Страшнейшие процедуры дознания зачастую приводили к самообвинениям, но окончательный ответ о причастности к колдовцу обвиняемых предстоит вынести самому читателю. Вот такой вот заворот. Следующая книга была выпущена нами в серии «Российское казачество. История войны и миграция». Эта тема тоже поднимается все чаще и чаще в последнее время. Вообще сейчас, чем дальше мы от этих событий, тем интереснее они становятся, тем ценнее те документы, которые мы можем найти. И замечательно, что этим занимаются потомки. Но сейчас вернемся к историческим книгам. Это книга «Атамана терского казачьего войска» журналиста и краеведа Михаила Александровича Караулова. Она рассказывает об истории терского казачества и разных подвигах русского воинства во славу Отечеству. Ну, такая вот классическая, красивая книга. Еще одно издание, которое рассказывает о блистательном высокопоставленном становнике Российской империи, великом реформаторе Отто Юльевича Витте, чья деятельность на государственных постах оказала огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику России. Помимо автобиографических сведений, мемуары Витте дают ряд ярких портрет наиболее выдающихся лиц конца 19-го и начала 20-го века. Граф Витте и Николай II. Публицистика. Далее в серии коллаборационисты между Силой и Харибдой выпущена книга «Первая русская национальная армия против СССР. Война и политика». В мемуарных и теоретических работах, вошедших в это издание, отражены взгляды автора, ярого противника Советского Союза по ряду вопросов военно-политического характера. Вот, наверное, что можно сказать в целом о содержании этой книги. И последняя книга классического исторического характера «Сахарный немец». Это автобиографический роман народного поэта и прадзайка со старообрядческими корнями Сергея Клычкова. В этом произведении писатель отразил свои военные впечатления Первой мировой войны. Но надо отметить, что творчество его мало известно широкому кругу читателей. А вот для староверов Сергей Клычков наряду с поэтом-песенником Николаем Клюевым является одним из величайших авторов начала 20 века. Вот такие книги у нас были в мае. Я поняла, что в течение всего года буквально мучила вас анонсами на следующий месяц. Я выбрала три книги, о которых мне хотелось бы рассказать. И, конечно же, они попадут в наш июньский вебинар. Первая книга – это… Я сейчас про научную и учебную литературу в самом буду. «Теория и практика организационно-творческой деятельности руководителя любительского театрального коллектива». В этой книге сформулированы методические предпосылки, влияющие на формирование любительского коллектива, проанализированы наиболее важные аспекты режиссерской профессии, относящиеся к режиссерско-педагогической практике руководителя любительского коллектива. Предназначено оно будет для студентов-аспирантов театральных специализаций, преподавателей вузов, колледжей, исследователей в области театральной педагогики, руководителей любительских коллективов и студенческих театров. Следующее пособие, учебно-методическое пособие «Введение в историю мировой художественной культуры». В данном пособии в рамках авторской историко-искусствоведческой концепции рассматривается единство культурного и исторического процессов на базе художественного творческого наследия. В нем доступным языком с помощью конкретных примеров произъясняются наиболее важные моменты в развитии мировой художественной культуры. Это издание ориентировано в первую очередь на учащихся СПО, студентов технических специальностей высшего образования, где гуманитарные дисциплины не являются профильными и читаются в рамках небольшого количества часов. Так что лаконичное такое будет издание. И опять же пополним наш пул английского языка. Учебное пособие «Базовый профессиональный английский язык». Это курс базового профессионального английского для молодых профессионалов. Он будет включать в себя такие темы, как самопрезентация, написание резюме, учитывая колледж, специальность, академическую мобильность. Ну, в общем, будет презентация на английском языке. Такая вот своевременная и современная работа. Способие это будет строить на реальных кейсах с использованием современных информационных технологий. Предназначено будет для студентов бакалавриата и СПО различных направлений. И я уверена, что в июне нас ждет очень много нового. Не только эти книги. Помните, что мы в течение месяца выкладываем наши новинки на сайт издательства. Надеюсь, что я в июне расскажу вам о фестивале Красная площадь, которая, как ни странно, будет проводиться в дни самоизоляции на Красной площади. Я прям предвижу колоссальную выручку. Тем не менее, мы будем очень рады, что если кто-то из читателей в полном амбонировании, в маске и в перчатках, придет и посмотрит на наши книги. Также я расскажу на следующем вебинаре о планах на будущий учебный год в плане изданий наших новинок, потому что следующий вебинар будет последним в этом треке вебинаров по новинкам издательствам Директ Медиа. Следите за нашим Инстаграмом. Мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке. В общем, я буду очень рада вас видеть через месяц на последнем вебинаре о новинках нашего издательства. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Если это вопросы личного характера, можете писать на нашу почту. Про каждую книжку я вам расскажу лично. Была очень рада с вами увидеться. До встречи через месяц. Спасибо вам огромное за внимание. Продолжение следует...